Платежки без имени, фамилии и отчества. Некоторые жители республики стали получать обезличенные квитанции. За квартиры, в которых они не проживают, но являются их собственниками. Рекоператор начисляет услуги за вывоз твердых коммунальных отходов. В Рио главы Чувашской республики поручил соответствующим ведомствам оперативно разобраться в этом вопросе и прекратить начисление по такой недвижимости. В республике пятая часть счетов, выставляемых за вывоз мусора, обезличена. Это 3923 по квартирам-многоэтажках и 97360 по индивидуальным жилым домам. Такую статистику дает сегодня Минприрода республики. А это значит, в 100 тысячах объектах недвижимости никто не прописан. Жители пишут жалобы и пытаются объяснить, что они уже оплачивают счета там, где прописано и живут. В министерство поступают сигналы, то есть люди пишут и в аккаунты в социальных сетях, и на электронную почту. Эти сигналы мы оперативно доводим до регионального оператора. Региональный оператор с такой трактовкой не согласен. Оказалось, в действующем законодательстве нет норм, которые позволили бы не начислять плату за такого, если нет сведений о собственниках. А пока кто-то платит, а кто-то нет. Проблема есть, проблема у нас на федеральном уровне, и поэтому в действующем законодательстве мы рассчитываем, что в ближайшее время будут внесены соответствующие изменения, которые смогут как раз вот этот вопрос и урегулировать. Этот вопрос урегулировать можно и на региональном уровне, считают профильным ведомстве. Исполняющий обязанности министра природных ресурсов Александр Воробьев поручил регоператору уточнить все персональные данные плательщиков и только после этого рассылать квитанции. Еще один вариант. Собственники могут высылать в экоцентр данные, по какому адресу они уже оплачивают вывоз мусора. Это позволит избежать накопления долгов. И еще одна острая тема. Она касается владельцев участка, в котором приходят счета на вывоз мусора, но при этом на земле еще нет построек. Регоператор заверил, что будет сделан перерасчет, если жители предоставят документы о том, что на участке нет жилого дома. Но эти данные нужно будет подтверждать ежегодно. Наталья Мальчикова, Республика.